Всем качан, я просто люто подсел на рогалики, где каждый раз надо начинать всё сначала, из-за вот этого сочевого планшета, на котором я сыграл в, пожалуй, самый известный и любимый многими рогалик The Binding of Isaac, или же Жертвоприношение Айзека, ну или Исака, где мы бегаем за мелкого пацана без одежды, хрен пойми где, и сражаемся слезами против монстров, похожих на него, созданное Эдмундом Макмилланом, от создателя хардкорного супер мидбоя, Прокачивая характеристики различными артефактами, находя их в золотой комнате, во всяких тайниках, сундуках и в магазе, ещё в комнате дьявола, два из сердца или же у ангела за просто так, артефакты просто люто меняют геймплей, как в лучшую, так и наоборот в худшую сторону, так прикол в том, что их больше 600 штук, что запомнить каждую будет очень тяжело, каждый раз заходя на википедию, чтобы понять, что это за хренотень, ну или установить моды, сюжет здесь достаточно грустный, Айзек живёт с религиозной мамкой, которой бог сказал прибить Айзека, из-за чего он сваливает в подвал папича и там начинает своё приключение, бегая по подвалам, подземкам, заброшкам с боссами в конце, вечно плача и вспоминая хреновые ситуации, все мы по жизни как Айзек, вначале нам надо победить ногу нашей мамки, потом эмбриона внутри мамки 10 раз, а дальше спойлерить не буду, но дальше идёт ещё хардкорнее, поэтому всё зависит от выпавших вам артефактов на пути, ну и конечно же от скилла, Игра изначально вышла в 2011 году на флэше, чисто как игра в стиле 2дшных старых зельд с их данженами, потом вышло крупное дополнение и всё, потому что у флэша есть ограничения по контенту, и мегаглобальную игру на ней вы не сделаете из-за его старья, поэтому в 2014 году вышел ремейк, ребёрф, потом авторбёрф, авторбёрф плюс и созданной с модерами Repentance, что добавляет ещё больше контента и больше хардкора, Цены на игру и DLC конечно большие, но оно того стоит, из-за реиграбельности на 500 или 1000 часов, где вам надо ещё открыть ачивки, чтобы получить новый шмот в игре, игра мега сложная, даже на нормале, что Dark Souls тупо отдыхает, кто-то слабее, но быстрее, кто-то сильнее, но медленнее, у кого-то хп мало, у кого-то больше, у кого-то они серые или чёрные, ну и у каждого свои навыки, Мой любимый перс это Азазель, из-за его полёта и мощного лазера в начале игры, но в конце против сильных боссов будет сложнее, если не выпадут хорошие артефакты, Сера или Бримстоун говорят самый полезный и лучший артефакт в игре, из-за его мощи, он как раз таки у Азазель есть, но слабее и короче, так ещё и игру можно сломать с дофигищей артефактов, игру я ещё не прошёл на 100%, да и хрен знает когда я пройду до конца, ибо контента тут дофига, но игра мне очень понравилась, что я купил её со всеми DLC в стиме, без скидки, ибо ждать распродажу ещё долго, а играть уже хотелось, а на свече играть не особо удобно из-за геймпады, но зато в него можно играть в портативе, потому что на андроиде его нет, а на айфоне ванильная игра 2014 года, которую видимо с выпуска и не обновляли, так и цена как на ПК со всеми дополнениями, а на свече вообще молчу, лучше ждать скидок, кстати мой первый рогалик это спиланки на боксе 360, которые бесплатно раздавали, мне игра тоже зашла, очень даже неплохая, где в шахте мы должны дойти до выхода и не помереть, хочу поиграть ещё в риску фрейн 2, как нить возьму, даже наверное постримлю, приобрёл свой The Spire на сыче за 10 долларов по скидке, картонный рогалик в стиле напоминающий немного хардстоун, в стиме взял Crypt of the Necro Dancer за 60 рублей, ритм игра в которой я до сих пор не разобрался, как сражаться и не получать дамаг, где надо бегать в такт, я думал, что самый сложный жанр это соус лайк, но я ошибался, это как раз таки рог ю лайк, я вообще давно про них слышал, впервые узнал от лололошки, где он играл в рог ю лэгаси, так что свитч опять меня удивил, предложил что-то новое, потому что многие игры мне уже надоели, особенно кэска, под роликом свитча набралось много хороших комментариев, где свитч втянул многих в мир игр, людей, кто вообще никогда не играл в игры, и те, кто переграл сюжетные графинистые интерактивные игры от третьего лица, но одизов мне наставил детский сад, который еще даже писать не умеет, а игры для них стоят по 10к в 144пи, и марио для них дурацкий, я тоже раньше так считал, и когда был мелкий, играл в гташки, кэски, в игры с рейтингом 18+, ведь это же крутые игры, а игры с мультяшной графикой для детей, и раз графика говно, значит игра тоже плохая, хотя графика очень даже неплохая, и я лучше буду играть в игры с необычной графикой, как например в айзике, хоть в него тоже играют дофига детей, чем в реалистичные 4к киноигры, если я хочу реализма, я посмотрю лучше в окно, или на улицу выйду, а игры это на то и игры, чтоб получать от них удовольствие, и на свитче их достаточно, стимдек конечно же лучше, я бы тоже хотел его взять, но батарея все еще недостаточно мощная для игры вне дома, возможно с выходом второй версии все станет лучше, но и свитча вполне хватает, за такую цену вы получаете неплохую библиотеку игр, если вы конечно не лютый фанатик реализма и крутых пк игр, конечно там для вас не будет любимой колды, кэски и других шутанов, ведь в другое вы даже и не играете, и не будете играть, или же вы привыкли к халяве, поэтому для вас только компьютер и телефон с бесплатными фри-то-плей шедеврами, а так спорить бессмысленно, потому что наша аудитория выросла на совсем других играх, и не каждый хочет открывать для себя что-то новое, поэтому игры нинтендо всегда у большинства будут чем-то плохим и андеграундом, конечно же в основном из-за цен, на консоль, игры в цифре, хотя надежда все-таки есть, а так спасибо что смотрите, лайкаете, пишите комменты, также я стримлю по субботам на ютубе, и играю в того же Айзека, так что заходите, спасибо конечно же спонсорам что поддерживаете, но я пойду играть и проходить дальше Айзека, и конечно же ролики фигачить, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok